Турецкий язык. Урок номер 15. Изофеты. Там ламалар. Тема сегодняшнего урока – изофеты. Люди, начинающие изучать турецкий язык, имеют сложности с темой изофетов. И эта тема кажется самой запутанной и трудной в грамматике турецкого языка. На самом деле, все не так печально, и мы попробуем со всем этим разобраться. Что такое изофет? Изофет – это грамматическая конструкция, состоящая из двух слов, где одно слово определяет другое. Изофет в турецком языке бывает двух видов. Он может состоять из прилагательного и существительного. Такой изофет по-турецки называется «сефат там ламасы». Или он может состоять из двух существительных, что по-турецки будет называться «исим там ламасы». Главное отличие в том, что в изофетах с прилагательным у нас безафиксная конструкция, то есть к словам внутри изофета, не присоединяются никакие аффиксы. А в изофетах с существительными к словам могут присоединяться аффиксы. Для того, чтобы определить, какой именно изофет, нужно задать вопрос определителю. Прилагательные изофеты отвечают на вопрос «насыл», «какой», «каков», «анги», «какой» и «кач». А существительные изофеты отвечают на вопрос «не», «что», «ки», «мин», «кого», «мин», «чего» или «чей». Здесь мы должны понимать, что понятия прилагательного и существительного, а также вопросы к ним, не полностью соответствуют русской грамматике, и лучше всего исходить из понимания турецких терминов, не сравнивая с русской грамматикой, иначе в голове может все у нас перемешаться. Возьмем примеры. Зор, сынаф. Тяжелый экзамен. Насыл, сынаф. Какой экзамен? Зор, сынаф. Тяжелый экзамен. Беяз, араба. Белая машина. Ханги, араба. Какая машина? Беяз, араба. Или кач, китап. Сколько книг? Ики, китап. Вы, конечно, скажете, что слово ики – это числительное, но в турецком языке существуют также числительные прилагательные. И в данном случае слово ики как раз выступает как числительное прилагательное. И примеры с существительным эзофетом. Например, турецкий экзамен. Вопрос по-турецки будет звучать такой. Какой экзамен? Или экзамен чего? Не-синавы. Турецкий экзамен. Махмутун арабасы. Машина – махмута. Махмутун арабасы. Машина кого? Кимин арабасы. Махмутун арабасы. Машина – махмута. То есть отвечает на вопрос «кого?» Или... Оданын копысы – дверь комнаты. Нин копысы. Дверь чего? Оданын копысы – дверь комнаты. Это были у нас примеры. В изофетах с прилагательным мы не добавляем аффиксы и у нас есть одна группа изофетов, а в существительных изофетах существует 4 подгруппы. Это двухафиксный или определенный изофет белертели и симптом ламасы, одноафиксный неопределенный изофет белертисис и симптом ламасы, изофетная цепь зиндерлемия и симптом ламасы и безафиксный изофет токисис и симптом ламасы. Мы сейчас рассмотрим подробно каждую группу изофетов, но перед тем, как перейти непосредственно к изофетам, нужно вспомнить два правила, которые мы ранее изучали. В первую очередь, нас интересует третье лицо, единственного или множественного числа, потому что когда мы говорим «ручка двери» или «машина» такого-то человека, это все у нас проходит в третьем лице. Давайте вспомним протяжательное местоимение «онун», которое обозначает «его» или «ее». Из чего оно состоит? Оно состоит из местоимения «о», «он», «она» и аффекса родительного падежа, который имеет притяжательное значение «нун». Получается «онун», «онун», «его» или «ее». А теперь посмотрим, если мы хотим вместо «о», то есть «он» или «она» поставить конкретный какой-то объект, что нам нужно сделать? Мы должны, значит, сказать слово и присоединить к нему аффикс родительного падежа, который по гармонии гласных имеет четыре формы. И две формы. Если слово заканчивается на согласной, значит, мы добавляем аффикс «ын», «ин», «ун», «ын». И если слово заканчивается на гласную букву, то аффикс у нас «нын», «нин», «нун» или «нюн». Это слово плюс этот аффикс будет отвечать на вопрос «кимин» или «нин», «кого», «чего» или «чей». Например, «аскерин», что будет обозначать «солдата». Например, «каска», «чья», «кимин», «аскерин», «солдата» или «которая принадлежит солдату». «бебеин», слово «бебек», добавляем аффикс «ин», буква «ке» последняя у нас озвончается, получается «юмшак», «ге», «бебеин». Например, «красота», «хатидже», как надо сказать, «красота», «кимин», «чья», «хатидже», «нин». Мы добавляем аффикс «нин». Когда аффикс у нас добавляется к имени собственному, мы разделяем его апострофом. Или, например, «мудрость чья, кимин», «сулейманын», «сулеймана», мудрость Сулеймана. Молоко «чьё», «кядинин», «колоко», «кошки». Например, «флаг» Голландии, «флаг», «нин», «чего», «холланданым». Добавляем аффикс «нын», получаем «голландии», «холланданым». Или «спокойствие Истамбула», «спокойствие Чего», «нин», «истамбулун». По гармонии гласной добавляем аффикс «ун» – «Истамбулун». Точно так же «кушун» – «птицы», «масанын», «стола», «юзюнун» – «винограда». На вопрос «Кто владелец объекта?» или «Кому принадлежит объект?» разобрались. Теперь разберемся с самим объектом, о котором идет речь. Здесь все просто. Вспоминаем аффикс принадлежности для третьего лица. А он у нас, если слово заканчивается на согласную букву «ы», «и», «у» или «ю», и если слово заканчивается на гласную букву «сы», «си», «су» или «сю». Например, «Онун палтосу» – «её пальто». «Онун арабасы» – «его машина». «Онун дефтери» – «его тетрадь». «Онун калями» – «её ручка». Теперь мы можем переходить к разновидностям изофетов. Первая группа – это двухафиксный или определенный изофет. Это такой изофет, в котором определитель является конкретным объектом. Данная конструкция у нас такая. Слово «определитель», в которое добавляем аффикс зарядительного падежа, аффикс, который обозначает его принадлежность, и слово «определяемое», которое у нас стоит в третьем лице и принимает аффикс принадлежности третьего лица. Получаем, например, «арабанын анахтары» – «ключ машины». Здесь мы говорим, что этот ключ, анахтар, принадлежит данной машине. Получаем «арабанын анахтары» – «ключ от машины» или «ключ этой машины». Дальше, например, «окулун тахтасы» – «доска», «чья» – «нин тахтасы», «чья» – «доска». Окулун тахтасы – «доска», которая принадлежит этой школе. Доска этой школы. Дальше, «кадынын чантасы» – «сумка» – «женщины». «Кимин чантасы» – «чья» или «кого» – «эта сумка». «Кадынын чантасы» – «сумка», которая принадлежит этой женщине. Телевизионун – «кумандасы» – «пульт от телевизора» или «пульт для телевизора». «Пульт» – «куманда» в третьем лице «кумандасы». «Ниин кумандасы» – «пульт чего» – «телевизионун» – «данного телевизора». «Пульт, который принадлежит этому телевизору». Потому что у нас здесь аффикс «ун» – «телевизионун». Следующая группа изофетов это одноафиксный или неопределенный изофет Беллиртисис и симптом ламасы Это изофет, в котором словоопределитель не определяет конкретный предмет, а определяет его к группе предметов И конструкция у нас такая Определитель, к которому не присоединяется никакой аффикс Плюс словоопределяемое, которое стоит в третьем лице и берет аффикс принадлежности третьего лица То есть и, и, у, и или с, и, с, и, су, су Например, араба анахторы, ключ машины или ключ от машины или машинный ключ Когда мы говорим арабанын анахторы, мы говорим о ключе, который принадлежит конкретной машине Когда мы говорим араба анахторы, мы говорим просто о предмете, который называется ключ от машины Следующий, например, окул тахтасы Переводится доска школы или школьная доска Это доска, не которая принадлежит какой-то школе, как в предыдущем примере у нас было окулун тахтасы Доска, которая принадлежала конкретно какой-то школе А окул тахтасы, как вид доски, который называется школьная доска Или, например, кадын чантасы Кадын чантасы, женская сумка То есть это сумка, не которая принадлежит конкретно женщине, а это вид сумки, которая женская сумка Сумка может быть мужская, женская, например, детская И это один из таких видов Кадын чантасы Следующий, например, телевизион кумандасы Опять же, название этого предмета То есть здесь мы не указываем конкретно от какого телевизора данный пульт А просто, что этот предмет является пультом до телевизора Телевизион кумандасы Однафиксный или неопределенный зафет используется в названии классов, видов, терминов, профессий Например, эркек-эльбисеси Мужская одежда Эркек-эльбисеси Это как класс одежды Дальше, например, писагор-теореми Теорема Пифагора Это здесь мы используем как термин Писагор-теореми Или Тюрче-эритмени Учитель турецкого Учитель чего? Турецкого Здесь как профессия Профессия, учитель турецкого языка Точно так же может быть математик-эритмени Кимья-эритмени Учитель математики, учитель химии Следующее, акшам-еме-и Слово емеки озвончается, получается, на конце Емушак-ге Емей-и Акшам-емей-и Это как вид еды Переводится как ужин Также однафиксный изофет используется в названиях с именами собственными Например, милет-газет-эси Газета под названием милет Или дальше, эге-денизи Эгейское море Вот если посмотрите, например, Черное море по-турецки Карадениз Или Средиземное море Ак-дениз Там мы не говорим Караденизи Или Ак-денизи Мы просто говорим Карадениз Или Ак-дениз Почему? Потому что слово Кара и Ак У нас являются прилагательными А здесь же слово Эгей Является именем собственным Поэтому к слову Денизи Добавляется аффикс Принадлежности третьего лица Получаем Эге-денизи Ата-тюрк Мейданы Площадь Ата-тюрка Ата-тюрк Мейданы Или Саман-йолу Телевизиону Телевидение Саман-йолу Ну или канал Саман-йолу Точно так же Еще рассмотрим Несколько примеров Двух аффиксных Изофетов И одноафиксных Изофетов Отелин О-долары Комнаты отеля Комнаты Которые Принадлежат Данному Отелю Нейн О-долары Чьи Или комнаты Чьи-во О-отелин Комнаты Отеля Ше-рин Сокак-тары Улицы Города Ше-рин Сокак-тары Комшу-нун Аркадаши Друг Соседа Комшу Сосед Добавляем Аффикс Нун И Аффикс Принадлежности Третьего лица И Получаем Комшу-нун Аркадаши Друг Соседа Сыныфын Эуренджилери Ученики Класса Сыныфын Эуренджилери Эвин Бахчиси Сад Дома Нейн Бахчиси Сад Чего Эвин Бахчиси Сад Дома И Вот Одно Аффикс Изофед Например Хава Басын Атмосферное Давление Хава Атмосфера Басын Давление Хава Басын Атмосферное Давление Это у нас Здесь термин Или Спор Салон Спортивный Салон Спортивный Зал Это Тоже Как термин Как вид Зала Спор Салон Чай Кашири Чайная Ложка Кашик Ложка Кашири Это В третьем Лице С Чай Кашири Чайная Ложка Это Как Класс Ложки Гюняш Гезлю Солнечные Очки Гезлю Очки Гюняш Гезлю Солнечные Очки Емек Одасы Ода Комната Емек Это Еда Емек Одасы Столовая Или Комната Где Обедают Кушают Ужинают Где Принимают Еду Емек Одасы Столовая Комната Также У нас Есть Безафикс Изофед Который Таксис И Сим Том Ломасы В данном Случае У нас И к слову Определителю И к слову Определяемому Не добавляется Аффикс Это бывает Когда Определитель Выступает В роли Материала Например Алтын Белязики Золотой Браслет То есть Браслет Белязики Из чего Он сделан Из золота Алтын Белязики Здесь у нас Два Существительных Слово Алтын Это Не прилагательное Это по-турецки Тоже Существительное Поэтому Эти слова Тоже Входят В группу Существительных Изофетов Алтын Белязик Золотой Браслет Дери Джекет Кожаный Пиджак Или Кожаная Куртка Дери Джекет Ахшап Мобилья Деревянная Мебель То есть Мебель Которая Сделана Из натурального Дерева Ахшап Мобилья Пластик Аяк Пластиковая Ножка Ножка Из пластика И теперь мы подходим к последней группе Самой сложной для начала Но если разобраться все очень просто Это называется у нас Изофетная цепь По-турецки Зинджир Ляме И симптом Ламасы Что это такое? Изофетная цепь Это когда Место определителя Или место определяемого У нас выступает Не просто слово А Изофет То есть Вот у нас есть две конструкции для изофетов Определитель Плюс аффикс ИН ИН УН ИН Или НЫН НИН НУН НУН Плюс определяемое Которое принимает Аффикс Принадлежности третьего лица ИИУ Или СИ СИ СУ СУ И вторая конструкция Это когда к определителю Не добавляется никакого аффикса А к определяемому Добавляется опять же Аффикс Принадлежности третьего лица Вот давайте посмотрим Если у нас Место определителя Или место определяемого Будет не слово А находиться Изофет Например, первое, алинин, бабосынын, ищи. Чтобы легче переводить, можно начинать с последнего слова. Ищ, это работа. Чья у нас работа? Кимин, ищи. Алинин, бабосынын. То есть, работа папы Али. Вот как же нам это сказать? Вот у нас в качестве определителя, то есть папа Али, выступает изофет. Не просто слово, что папа или Али, а именно папа, чей папа Али. У нас здесь уже есть один изофет. Алинин, бабосы. Мы этот изофет вставляем вот у нас в первую конструкцию. И мы должны что сделать? Мы должны добавить аффикс ин, ин, или нын, нын. Алинин, бабосынын. И второе слово у нас работа, ищ. К нему добавляем только аффикс принадлежности третьего лица. Получаем Алинин, бабосынын, ищи. Следующий пример. Бахче капысынын, гаджиртысы. Гаджирты это скрежет, бахче, сад, копы, дверь. То есть у нас должно получиться скрежет, двери, сада. В роли определителя у нас выступает изофет бахче капысы. Дверь, сада, садовая дверь, например. К нему мы добавляем аффикс ин, или нын. В данном случае нын. Получаем бахче капысы нын. И скрежет гаджиртысы. Добавляем аффикс принадлежности третьего лица сы. Получаем бахче капысынын, гаджиртысы. То есть у нас в роли определителя выступил изофет, который сам состоит из второй конструкции. Рассмотрим следующий пример. Здесь у нас в качестве определяемого выступает изофет. А в качестве определителя просто слово. Например. Окулун, гирич капысы. Гирич капысы, входная дверь. Окул, школа. Мы должны сказать, входная дверь, которая принадлежит данной школе. Поэтому к слову окул мы добавляем аффикс ун. Окулун принадлежит этой школе, данной школе. И гирич капысы мы оставляем здесь. Если изофетная конструкция идет у нас в качестве определяемого, то не нужно уже добавлять аффикс принадлежности третьего лица, так как и так он уже будет в этой конструкции изофета. Поэтому окулун, гирич капысы. Рассмотрим следующий пример. Следующий пример у нас такой. Смотрите. Мы берем изофетную конструкцию номер 2. Здесь в роли определителя у нас будет изофетная конструкция, а вроде определяемого у нас будет слово. Слово у нас испад, доказательство. А определитель это у нас теорема Пифагора. Нам нужно сказать, что доказательство теоремы Пифагора. Как это будет звучать? Это будет звучать вот так. Писагорш теоремии испаты. К слову испад добавляем аффикс в надлежность третьего числа. А к слову Писагор теоремии ничего не добавляем, потому что Писагор теоремии испаты является тоже термином доказательства теоремы Пифагора. И это у нас вот вторая конструкция изофета. Следующий пример, это самый такой сложный пример. Это когда у нас изофет находится в изофете. И вот этот двойной изофет, эта конструкция у нас является определителем в, опять же, изофетной конструкции. Например, Начинаем переводить сзада. Реньг цвет, кумаш ткань, цвет ткани, Эльбисе одежда, Кадын женщины. Что у нас должно получиться? Цвет ткани, одежды, женщины. То есть мы хотим сказать цвет, ткани, конкретной одежды, конкретной женщины. Кадынын эльбисе си нин, кумаши нин, реньги. Первый изофет это у нас кадынын эльбисе си. Он же находится в другой изофетной конструкции, Поэтому добавляется к нему аффикс еще раз нин, А к слову кумаш, аффикс и. Получается у нас двухъярусная конструкция изофетов Кадынын эльбисе си нин, кумаши. И это все у нас является определителем в третьей конструкции изофетной. Поэтому добавляем еще раз аффикс нин, Получаем кадынын эльбисе си нин, кумаши нин, И слово реньги с аффиксом принадлежности третьего лица, Получаем реньги и общая фраза кадынын эльбисе си нин, кумаши нин, реньги. Также хочу еще дать два примера изофетной цепи. Здесь у нас будет использоваться прилагательный изофет И безафиксный существительный изофет. По идее у них не бывают аффиксов. Но когда они находятся в изофетной цепи, То к ним может присоединяться опять же аффикс принадлежности третьего лица. Например, бабамын биаз арабасы. Само по себе слово биаз араба мы не используем там аффикс принадлежности третьего лица си. То есть просто биаз араба, белая машина. Но если мы используем его изофетной цепи, Вот тогда мы добавляем сюда аффикс принадлежности третьего лица. Плюс еще вы должны знать, что аффикс принадлежности другого лица первого, второго, Всегда стоит перед аффиксом родительного падежа. Например, бабамын. Что это обозначает? Не просто белая машина папы, а белая машина именно моего папы. Мой папа это бабам. То есть аффикс принадлежности первого лица. Бабам. Добавляем к нему аффикс родительного падежа ин, бабамын, Который обозначает принадлежность следующего предмета именно к моему папе, моего папы. И получаем бабамын биаз арабасы. Белая машина моего папы. Или следующий пример. Здесь у нас существительный безафиксный изофет. Дериджекет. Кожаный пиджак. Но у нас он используется в изофетной цепи, Где у нас определитель слова кардэщин, твой брат. К слову твой брат мы добавляем аффикс принадлежности ин, кардэщинин, То есть то, что принадлежит твоему брату. Дериджекет. Здесь слово дериджекет безафиксный. Изофет у нас идет в роли определяемого. И по конструкции к нам добавляется буква И, И, У, И или С, И, С, И, С, У, С, У. И получаем кардэщинин, дери, джекети. Сейчас, конечно, это все может показаться очень сильно запутанным. Для того, чтобы освоить изофеты и разобраться с этой темой, Нужна побольше практики. Пробуйте, практикуйтесь и у вас все получится. Спасибо за внимание. До новых встреч.